Во всей этой истории, которую мы с вами обсуждаем, для меня по-прежнему остаются непонятными несколько моментов. Первый момент, который, во всяком случае, не осознается, в том, что пресловутые банковские махинации так и иначе происходят сведомо мировых финансовых регуляторов. Международный валютный фонд и Всемирный банк – это, прежде всего, мировые финансовые регуляторы, которые определяют правила игры, правила использования денег, их движения, отчетности и так далее. Здесь мы видим, что с их молчаливого согласия происходят финансовые спекуляции в молдавской банковской системе, в первую очередь, и вообще финансовой системе, о которых стали сигнализировать и то как-то уж совсем мягко после выведения таких крупных сумм из молдавской экономики. Мне непонятно, почему сегодня обвиняют во всем правительство Филиппа, исключительно, потому что оно приняло какой-то финальный документ, но как-то стыдливо, что ли, мягко говоря, умалчивают о том, что это требование МВФ, в том, что это требование наших международных партнеров, которые не берут на себя обязательства, не берут на себя ответственность, не хотят разделять ответственности за то, что это вороватая власть, которая пользуется политической поддержкой западных партнеров, совершает эти преступления и перекладывает их на плечи граждан. Мне непонятно, действительно, здесь я согласен с тем, что зачем нужно было закрывать банки за финансовой махинацией, тем более вы закрыли Госбанк фактически, банк экономии, там, где их можно было спасать. Банки по всей Европе в результате кризиса и так далее спасали, вкачивали в них деньги, выйдя в межбанковские кредиты, там же есть большое количество всяких финансовых инструментов, которые используются для сохранения банковской системы. Ответов, насколько я понимаю, может быть много. В моем понимании идет финансовое закобыление страны, молдавского населения по вполне такой беспринципной, бесцеремонной модели, которая применена в балтийских странах, применена в Болгарии и в Румынии и, как мы сейчас видим, очень эффективно работают и на Украине. Мне непонятно, почему, помимо того, что эти деньги возвращены не будут, почему не принято никаких мер о том, чтобы не допустить дальнейшего выведения денег из молдавской экономики, из молдавской банковской системы. Ничего не мешает сегодня, и мы видим, что МВФ продолжает идти по этой же линии, закрыть еще три банка. Разве мы сегодня каким-то образом от этого защищены? Думаю, нет. Мне непонятно, почему мы сегодня разговариваем о потребительской корзине, о покупательской способности населения, но мы совершенно не разговариваем о развитии экономики как таковой. А ведь именно это является картинкой, которую нам предлагают при агитации за то или иное европейское благополучие. Поэтому мне кажется, что вся вот эта история с решением недавнего правительства, это скорее возмущение последствиями, а не причинами. Причины следственной связи здесь должны быть прослежены, должно быть понятно, во-первых, виновники ситуации, здесь их несколько частей, вот эта проблема. Первое, я ее огласил, это действия МВФ, которые занимались реформированием нашего банковского сектора и финансовой системы, выделяли на это деньги и кредитовали наше правительство проевропейское последние семь лет. Все семь проевропейских правительств, надо здесь подчеркнуть важный момент, что у нас за семь лет семь правительств, то есть они финансировали фактически нестабильность в результате которой это породило прошлую систему воровства. Это одна часть проблемы, другая часть проблемы, почему воровство чиновников, которое поощрялось европейскими и американскими чиновниками, сегодня на него закрываются глаза, а отвечать за это будут простые молдавские граждане. И мне непонятно, почему в условиях тотальной критики Филиппа, она вполне основательна, на мой взгляд, но как-то умалчивают о том, что гарантии подписывал Юрий Лянко, гарантии подписывал Кирилл Габурич. Как-то мы забыли совершенно о роли Драгуцана, который успел во время вот этого кризиса и девальвации Лея взять себе кредит из Франсбанка, там, по-моему, фигурировал цифра в 5 миллионов лей под какие-то проценты. То есть об этом во всем не говорят, и мы, уж простите, уважаемые коллеги, я не финансист и не экономист, но мы забалтываем проблему, не ставят четких, понятных вопросов, которые, на мой взгляд, должны звучать просто. Кто ответственен, какая должна быть мера ответственности и в какие сроки. Потому что обсуждать, ну, мы вернемся к классической фразе, не читал, но осуждаю. Мне сложно оценить и понять результаты, прочитать его для начала, результаты отчета КРОЛ. Я оцениваю скорее политическую и социальную составляющую нынешних процессов. И в этой ситуации, ну, я говорил о том, мы с подачей или с молчаливого согласия наших западных партнеров допустили всю эту ситуацию. Причем я более чем уверен, они в курсе. Еще один такой важный момент, а куда ушли эти деньги? Если уж финансовая мировая система контролируется целым рядом различных финансовых разведок, структур, регуляторов и так далее, мы знаем, что уже сегодня даже швейцарские банки не могут утаивать информацию о тех или иных своих вкладчиках. Неужели нельзя проследить движение этих финансовых средств, вернуть их обратно? Можно. Я считаю, что можно, но этого не делалось. Поэтому на этом фоне осуждение решения правительства, которое было принято вчера, может быть и имеет место быть, но оно уж точно является какой-то малой частью всей этой большой аферы, которая называется проевропейской властью и его друзьями за последние 6-7 лет, творящихся в Молдаре. Спасибо.